Диалектика В течение 45 минут буду вынужден решать диалектическую задачу по нескольким параметрам. Во-первых, поскольку это все говорят, снимают на камеру, то если я скажу какую-нибудь несуразицу или глупость, или где-то буду некорректен в научном плане, то мне будет неловко, нехорошо. С другой стороны, только что анонсировали, что здесь студенты первого курса, поэтому я должен быть понятен. Вот это вот такое, то, что обычно называют, как просто рассказать о сложном, вот эту задачку я буду пытаться решать в течение 45 минут, увидим, удастся мне это или нет. Это вот я не пытаясь оправдаться или понравиться это говорю, но на самом деле может не удастся, может не получится. Потому что когда мы говорим о мышлении, когда мы говорим не о вспоминании, а говорим о действительно таких сложных задачах, которые человек решает и для чего нужно мышление, то тогда есть большой риск неудачи. Тогда есть большой риск, что не получится. Второе основание, которое делает мою сегодняшнюю задачку диалектической, я должен буду быстро рассказать об очень многом. Это всегда тоже большой риск, потому что мы достаточно длительное время этой проблемой занимаемся. Вот здесь вместе со мной сидит Евгений Евгеньевич Крашенинников, ведущий научный сотрудник нашей лаборатории, который тоже вместе со мной, мы вместе с ним начинали. Я не буду говорить в каком году. Ну и давайте будем пытаться дальше двигаться. Ну я не буду зачитывать то, что написано на слайдах, я лучше буду об этом говорить. Сначала я дам короткие определения того, что же такое диалектическое мышление. Да вот мы, думая, что вам уже успели на первом курсе рассказать, поскольку в сентябре обычно рассказывают все самое интересное, чтобы вы не передумали. И у вас экзистенциальный кризис психолога случился на третьем курсе, как положено, а не на первом. Да, то есть вот мышление это всегда какое-то усилие умственное, это всегда решение какой-то задачи. В отличие от памяти, да, то есть когда мы, там тип задачи другой совершенно, да, мы должны воспроизвести. А когда мы говорим про мышление, мы всегда должны создать что-то новое, прийти к решению, которого не было, и найти решение, которое будет соответствовать той задаче, которая перед нами стоит. Это, кстати, очень важно, что мышление всегда предполагает какую-то задачу, которую мы решаем. Не бывает мышления, ну, как бы ради развлечения. Мышление может быть в радость, и, в общем-то, иногда, особенно в момент открытия, это даже огромная радость. Но вот думать просто так нельзя, всегда нужно решать какую-то задачу. Можно вспоминать просто так, можно воображать просто так, можно мечтать просто так, а вот мыслить просто так не получается. Но вот если говорить про то, что такое диалектическое мышление, то вот определение написано. Мы должны оперировать в противоположности. Ну вот здесь есть, вот предлагаю всем прочитать просто то, что написано. И, ну, вот эта картинка, которую я сюда поставил, это такое мое, вот вам где-нибудь на третьем курсе про это расскажут, это такое символическое изживание сложности этой задачи, которую я сейчас решаю. Да вот этот айсберг, вот примерно вот ту часть, которую вы видите над водой, мы успеем сегодня о ней поговорить, а может быть и меньше. А вот все остальное останется под водой в книжках, в журналах, в статьях, в лекциях, то, к чему можно будет как-то приобщаться дальше. Ну и здесь две важные вещи на этом слайде есть. Первое, что это присуще и детям и взрослым. Вот это важное очень утверждение, которое я и мои коллеги отстаиваем вслед за лидером нашего направления. Вторая важная здесь история про то, что диалектические структуры, они универсальны. Они могут быть увидены нами и в каких-то природных явлениях, объектах, мы это с вами сейчас увидим. Мы их можем увидеть на примерах величайших научных открытий, мы их можем увидеть в литературе, мы их можем увидеть в языке и так далее. Ну тут самая простая диалектическая структура — это антонимы. Ну вот если я вам скажу сейчас там большой, наоборот, маленький. Теплый, наоборот. Злая учительница, наоборот. А желтое небо, наоборот. Скорее голубое, потому что зеленое — это смешение желтого и голубого. А если небо, то наоборот. Ну, видите. Вот так все и получается. Вот, то есть это самое-самое простое, то, что есть в языке, но мы видим, да, что вот как бы на каком-то моменте это просто, а с какого-то момента это начинает усложняться. Ну вот здесь две фигуры. Есть такой выдающийся швейцарский психолог Жан Пиаже. Это, ну вот такой, я не очень люблю слово гуру, но это там самый выдающийся психолог, занимавшийся мышлением в мире. Самый известный, самый цитируемый, положивший начало всему. Вот если там взять, не знаю, ну вот памятников психологам не так много, да, вот только Жан Пиаже в том числе. Когда в начале, вот там, когда наступал 2000-й год и там составляли всяческие списки, рейтинги самых выдающихся там деятелей тысячелетия, вот в эти списки уходили два психолога. Как сегодня на конференции цитировали папа Фрейд и Жан Пиаже. Вот Жан Пиаже, вот у него было такое мощное утверждение, что логика это зеркало мышления. Такое очень мощное утверждение, оно заключается в том, что это не какая-то такая придумка, которой должны следовать люди, когда мыслят. А это вот на самом деле отражение, да, это то, это фиксация того, как, собственно говоря, люди мыслят. И вот та логика, которая главенствующая, которая чаще всего преобладает, которая во многом была в работах Пиаже, на которой, к сожалению, построено подавляющее большинство образовательных программ, особенно школьных образовательных программ, особенно образовательных программ в детских садах и даже, к сожалению, во многих вузах, это логика, которая исключает противоположность. Да, то есть есть законы, логики, сформулированные Аристотелем, да, один из этих законов — это запрет на противоречие. То есть нельзя об одной и той же вещи одновременно говорить и то, и другое. Надо сказать, что Пиаже к концу своей карьеры, а это такой психолог, который, ну, он интересен и лично сам, да, он прожил долгую, продавал плодотворную жизнь, 84 года он прожил, все время интенсивно работал. Последняя его книжка, вышедшая уже после его смерти, и в год его смерти, называется «Генезис элементарных диалектических структур». Очень малоизвестная книга, вот, к сожалению, переведенная только на испанском, ну, вот она есть только на французском и испанском языке. Сейчас я надеюсь, что мы в скором времени переведем ее и издадим на русский язык, ну, на русском языке. По Пиаже получается там вот такая любопытная идея, и вот почему я сейчас про это говорю, потому что, когда мы говорим про какие-то научные открытия, про научные шаги, то всегда есть, ну, какие-то должны быть внутренние научные основания. Это первая история. Да, вот в данном случае по Пиаже эти логические структуры созревают к подростковому возрасту, и дальше непонятно, что происходит за этим. Есть много исследований, которые покажут, что многие взрослые, например, этих структур не достигают. С одной стороны. С другой стороны, совершенно непонятно, каким образом это согласуется с таким феноменом человечества, как творчество. И вот вы увидите большинство исследований в области креативности, в области творческого мышления, во-первых, в своих словах говорят, что вы должны забыть о логике. У нас была когда-то любопытная дискуссия на международной конференции. Там такие были философы от образования, преимущественно, педагоги, психологи. И в том числе был один такой очень мощный последователь, собственно говоря, идеи формальной логики. И мы затеяли там такую абсолютно безобидную дискуссию о том, как логика совмещается с творчеством. И это ввело его просто в какой-то невероятный раж, он просто был в гневе, он с возмущением покинул аудиторию и так далее. Но все-таки психология, она либо берет на себя ответственность, попытку описать как-то, а как, собственно говоря, творчество происходит-то, или не берет. То есть вот два таких основания. Первое, что есть за этими самыми формальными операциями после них. А во-вторых, а как здесь с творчеством это согласовывается. Вот, и другой здесь цветной портрет, это Николай Евгеньевич Феракс, это лидер нашего направления и основатель его. И вот сейчас он здесь тоже в Казани, и будет возможность заинтересовавшихся его послушать завтра на секции, если вы посмотрите программу, у вас такая будет возможность. Который сказал, что есть еще другие действия диалектические, есть еще другая логика диалектическая, где вот эти противоположности могут сосуществовать, превращаться. И как раз таки это есть, с одной стороны, понимание, с одной стороны, позволяет продуктивно решать задачи, с другой стороны, отражать процессы развития, с третьей стороны, реализовывать творческие задачи. Ну и вот здесь две картинки. Внизу это одна из таких самых масштабных работ, известного всем психологам, точно уж художника Эшера, выдающегося голландца. Да, вот где мы видим, как одно переходит в другое, как узор только что был таким, становится другим, и как одна и та же картинка может быть по-разному, ее можно по-разному увидеть. И либо одно там выступает в качестве фона, либо другое, да, либо мы там видим птиц, либо мы видим рыб, хотя это в одно и то же самое время та же картинка. Вот, и этот мучительно думающий юноша, вот это важно, да, тут на самом деле вот он не прикидывается, он эту задачу решает. Он решает задачу, как придумать обувь, которая бы не проваливалась в снег, когда ступаешь. Да, но мы-то знаем, что такая уже есть, он-то еще не знает, и вот у него вот он эти снегоступы, вот он переоткрывает на глазах у вас. Ну и, собственно говоря, про диалектические действия. Вот самое такое простое, я про три сегодня расскажу, самое простое это диалектическое превращение любому объекту, любому идее, феномену, можно найти противоположность. Не так легко, как мы сейчас думали, ну и я думаю, что в Казани говорить, кто это, можно не говорить. Кто нарисован на слайде, все должны сказать, да, мы, конечно же, с радостью узнали нашего соотечественника. Спасибо. Не Эвклид, значит, точно. Да, то есть, ну, фактически, какой шаг делает Лобачевский, да, точно так же, как Римман. Это, кстати, тоже интересная история, да, то есть, Лобачевский сходит, да, делает противоположное утверждение в отношении пересекающихся примы, да, то есть, там, Эвклидова, ну, да, если там, на школьном уровне, да, Мэн бы обиделся на такое изложение его конструкции, но, да, вот, на один из, одна из аксиом, да, что параллельные прямые не пересекаются. Да, Лобачевский говорит, нет, пересекаются. И показывают условия, в которых они действительно это происходят. Ну, точно так же, как это делает Римман, но, наоборот, Лобачевскому. Тоже вот такая интересная логика развития науки. Вот, и оказывается, и, в общем-то, поначалу-то к Лобачевскому так и относились, что это, ну, такая некоторая диковинка, некоторая теоретическая такая конструкция, никому не нужная. Ну, то есть, такая красивая, такое, вот есть слово, умствование, да. Но, когда наступил 20-й, а тем более 21-й век, оказалось, что человечеству приходится решать такие задачи, ну, там, связанные с баллистикой, связанные, там, с космосом, связанные с всякими разными наложениями, притяжениями и так далее, что только благодаря этим исследованиям можно как-то продуктивно решать эти самые задачи. Ну, вот, другой пример — это диалектическое действие опосредствования, что любой паре противоположностей можно найти, вот, можно найти какой-то объект или явление, в которое эти противоположности будут одновременно сосуществовать. Ну, например, помните, говорили, что, наоборот, горячему что? Холодное, да? Что может быть одновременно горячим и холодным? Микрофон, пожалуйста. Да, вот мы не слышим микрофон. Игорь Владимирович, можно остановить лекцию? Детали, это третий курс, это шесть, очень хотят, шесть. Давайте, да. Я готов даже повторить все. Вот сейчас, конечно, обманул, потому что не смогу повторить. Могу рассказать то же самое? Вот это тоже, кстати, диалектический феномен. Вот если я сейчас расскажу все то же самое, что рассказывал до этого момента, это будет та же лекция или другая? Другая уже, конечно. Я же буду рассказывать то же самое. Я буду рассказывать о диалектических действиях, о пиаже, о вераксе. Это то же самое. Вы можете перефразировать, если вы сказали на фразы? Ну, если я скажу, пиаже — выдающийся психолог, и выдающийся психолог Жан Пиаже, это вот одинаковая фраза? Мы не будем начинать сначала, а в следующем месяце? Это я просто пытаюсь заполнить паузу, пока третий курсник, или они уже вошли? Нет, они просто разъяснили. Да, 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 ну отлично. Мы обсуждаем, что если я сейчас вдруг начну пересказывать, это будет та же самая лекция или другая? Спасибо. 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 Спасибо.